Это не тревога и не учение. Никакого ЧП не произошло. Просто маленькие дети изучают технику безопасности на летних каникулах. А что может быть интереснее, чем узнать об осторожности от самих спасателей? Вы же понимаете, что ребенку то, что говорит человек взрослый, конечно, важно, но при этом показ техники намного для них зрелищнее и запоминающийся. Память просто врубается, что вот так вот так вот и сразу ассоциации идут. Что, например, можно делать, что нельзя делать. Вот и приехала в одну из школ города спасательная техника. Для детей из пришкольного лагеря это стало настоящим праздником. Но взрослые напоминают, все очень серьезно. Мы отрабатываем вопросы профилактики пожарной безопасности, вопросы профилактики проведения купального сезона. Те мероприятия, на которых обычно маленькие дети должны понимать, что заключается в условии безопасности. Вот покажем на девочке. Накладывается таким образом. У нас есть вот здесь насос. И начинаем накачивать шинку. Самостоятельно накладывать шину и делать искусственное дыхание дети не смогут. Но такая демонстрация пробуждает их интерес к спасательным операциям. Особенно в том, что касается пожарных машин. Дружной толпой дети атакуют салон автомобиля. Побывать на месте пожарного здесь хотят не только мальчишки, но и девочки. Спасатели только успевают подсаживать очередных смельчаков в машину. А учителя уже готовят вопросы. Они проверят, что запомнили дети. Сегодня спросим, какая машина, сколько она весит, например, нам говорили, что она может плавать, например, по снегу может. Детям было очень интересно. Мы, конечно, об этом все спросим и проведем обобщающую викторину. Такой инструктаж департамент ПЧС намерен провести во всех школах области. Но использовать настоящую технику для демонстрации получится не везде. Те же дети, которым повезло увидеть спасательную технику, уже запомнили самое главное. Они нас научили, что нужно делать, когда человек задохнулся, что надо именно делать. Они нам все показали. Нужно всегда быть осторожным. Если ты не спросил у родителей или учителей, тогда нельзя пока залезать, куда что-то опасное. Монарбек Косков, Наталья Басмурзина, РТН